Тысячи ампул противогриппозной вакцины выброшены неизвестными в лес под Дзержинском. Вакцина непросроченная и сейчас во времена вирусной пандемии такой сброс выглядит как-то кощунственно. Но даже если не брать в расчет эту сторону, то есть еще и правила утилизации медикаментов, которые также грубо нарушены людьми, выбросившими эту вакцину в лес. Такие вещи не должны капать. Вакцина гриппозная для профилактики гриппа. Для сезона 19-20-го года вакцинную штамму. Хребенеть просто. Прогуливаюсь, увидели, что вот в этой яме, вот эта вся яма завалена коробками. Внутри была вакцина с Вигрипп, было примерно коробок 60. Вакцина гриппозная, инактивированная, субъединичная. Свиной грипп годен до 11-20-го. То есть он еще годен. Главный врач сказал, что здесь на целый город. Ну, очень много. Ну, то есть, ну, на сезон. По действующему российскому законодательству, медицинские лекарственные средства относятся к классу Г. То есть они подлежат обезвреживанию на установках термической утилизации, то есть сжиганию. В данном случае получается, что водитель автотранспортного средства, который должен был эти отходы отвезти на установку по обезвреживанию, он просто их завез в лес, сэкономленные деньги положил в карман. Может быть, даже у организации, которая имела в собственности вот эти вот препараты, был заключен договор с организацией, которая вывозит, то есть имеет и лицензии, и все разрешающие документы, но по какой-то причине все-таки до утилизации эти препараты не были доставлены. У этих препаратов есть партия, номера, по которым можно идентифицировать приобретателя вот этих вот лекарств. В ходе проверки следователям Следственного комитета предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатные отношения к своим обязанностям, будет дана юридическая оценка. Я так понимаю, что их можно было бы использовать, в принципе, срок годности у них еще не вышел, наверное, в осенний период перед новой вспышкой гриппа. На сегодняшний день проводится проверка и со стороны Министерства здравоохранения Нижегородской области, со стороны правоохранительных органов, которые тоже заинтересованы найти в том, кто произвел незаконную утилизацию. И надо понять, что те люди, которые это сделали, они нарушили не только законодательство, Роспотребнадзора, ну и другие, соответственно, нормативные акты, которые регламентируют работу, в том числе и с материальными ценностями. То, что было сделано, это недопустимо. Кстати, этот сброс вакцины в Нижегородском лесу вызвал уже всероссийские резонансы. Расследование этого дела взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Субтитры создавал DimaTorzok